Господа, не нужно паники никакой. Ну, очередной влог, как говорится, ни о чем. Вот, в общем, хотелось бы поговорить по поводу паники, которая сейчас происходит в головах многих. Даже если вы не скупаете всю гречку, спички, не идете в магазин затариваться консервами, все равно паника в вашем мозге уже есть. И в этом большом городе, в котором я сейчас нахожусь, это особо ощущается. Нечто подобное я уже видел в 2014 году, когда в Луганске бабушки в первую очередь начали скупать гречку, начали массово покупать спички, массово забирать из продуктовых магазинов консервы, также брали они еще постное масло. Вот, это смешно, на это смешно смотреть сейчас, во время так называемого коронавируса. Вот, это печально. Люди, стадное существо, они поддаются этим инстинктам. Взять побольше, все это на фоне обвала рубля, все это на фоне неопределенности, играет свое я. Не поддавайтесь панике, жизнь не заканчивается, все еще будет очень-очень замечательно. Ни в коем случае не стоит скупать всю гречку, какие-то консервы. Живите своей спокойной жизнью. Всего, всех продуктов на всех хватит. Мы не живем в эпоху какого-то там тотального дефицита, 90-х. У нас не начинаются здесь какие-то военные действия. Все будет нормально. Но в плане тех людей, которые сильно очень беспокоятся, как бывший житель Луганска, который большую часть своей жизни, 40 лет прожил в этом регионе, могу вас твердо заверить, когда продуктовых магазинах будет полный ноль, правительство о вас все равно позаботится. Будут выдавать продуктовые наборы, будут выдавать какую-то гуманитарную помощь, вас все равно смогут накормить. Даже бомжей сейчас кормят. Ну пусть даже не здесь, хотя может быть даже и здесь. В Америке это распространенная практика, поэтому живите спокойной жизнью. Да, могут пропасть продукты, могут создаваться искусственные очереди, может создаваться искусственный дефицит. Но по опыту Луганска хочу сказать, что вслед за такими продуктами, как первой необходимости, как пожирать, начали пропадать сигареты, начали пропадать алкогольные напитки. В большом изобилии был сахар, кофе, вот. Причем даже у нас в Луганске все полки ломились от львовского, львовской кавы, которую во Львове явно никто не выращивал. Поверьте мне на слово. В жизни можно обойтись без многих вещей довольно-таки протяженное количество времени. И совершенно не важно, есть ли у вас сигареты на завтра, совершенно не важно, есть ли у вас алкоголь на сегодня и на завтра, совершенно не важно, сколько килограммов сахара, соли, муки вы накопили у себя в запасах. Вот. Подумайте о том, что вас всегда могут обворовать, вы всегда сможете заболеть. Подумайте о том, что вся эта паника, это все сделано искусственно. Вот. Гораздо выше смертность от других факторов, ДТП, других опасных болезней. Ведь когда вы едете в транспорте и кто-то кашляет, вы в первую очередь переживаете по поводу коронавируса. Но никто из вас не задумывался о том, что у этого человека может быть туберкулез, который намного опаснее, с которым вам потом придется жить. Протяженное количество времени и умереть неизвестно от чего. Это как бы не безысходность. Вот. Поэтому не надо делать больших запасов, не надо там окунаться в эту непонятную ажиотаж, в эту неразбериху. Просто делайте свое дело, занимайтесь, чем занимались раньше, станьте намного спокойнее. Жизнь не заканчивается. И то, что вы можете заболеть коронавирусом, не дает вам большой шанс того, что вы умрете. Вы просто переболеете. Относитесь к этому как к неизбежному. И жизнь будет намного проще. Многие скажут, что я не прав в чем-то, что нужно подстраховаться. Да, нужно. Но нужно покупать маски, делать маски. Ватномарливые повязки нас учили на уроках гражданской обороны. Нужно с собой иметь немножечко дезраствора, для того, чтобы обрабатывать руки. И этого вполне достаточно. Вот. В ближайшей перспективе посмотрим, чем это выльется в больших городах. Мы ведь живем в удивительное капиталистическое время. И самое страшное, это отсутствие денег, денежных средств. Вот чего стоит бояться. То есть, держитесь за свою работу. Да, это, конечно, тоже не первоочередная задача. Поскольку в Луганске, опять же, я работал на работе, где зарплата была меньше 300 долларов. А зачастую даже и меньше 100 долларов. Годами. И ничего. Нормально у меня все в жизни было. Так что подумайте о чем-то более высоком, чем набить свое брюхо. Или же как-то обогатиться. Просто живите. Живите и думайте о завтрашнем дне. Что будет завтра. Тихо, размеренно и спокойно. Сосредоточьтесь на другом. На возможности строить планы на будущее. На том, чтобы планировать свой день наперед. Невзирая на всякие катаклизмы. Будьте самим собой. И жизнь будет намного проще. В общем, если кому-то зашло это видео. Если кто-то убрал у себя панические настроения. Если кто-то задумывался о чем-то более важном. Но это все, что я хотел сказать на сегодняшний день. Жизнь продолжается. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Добавляйтесь в друзья. Впереди еще много интересного и удивительного. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok